И я, поскольку, естественно, дай Бог вам прожить по сто лет, ничего вечного нет, мне надо уходить. Я знаю, что я уйду. Так вот, но я носитель вашей национальной культуры. Я ее передаю. Я ее передаю. Я ее передаю с ответственностью, и с трепетом, и с надеждой. Притом, от моего поступка, от моего жеста, она еще. Вот в таком состоянии, это наша культура. Вот я ее передаю. Дайте руки вашим. Я ее передаю. И на более высоком уровне, добавив свою пару, фарм, свой фарм добавила, она передает сюда. С такой же ответственностью, еще дальше, дальше. Понятно? Что же у нас происходило? Что же у нас происходило? Это я старший. И вот, что я демонстрирую. А младшие же подражают старшие. Возьми. Вы что, хуже меня? Ну и давай, смелее, смелее, смелее. О, ну конечно, дальше. Понятно, что осталось. Но учтите. Минуточку, минуточку, мне не до смеха. Мне не до смеха. Учтите. Если бы у меня не было убежденности и уверенности, что мы в силах встать на ноги и реставрировать это. Тоже уместно. Все уместно. И тоже уместно. Мы восстановим при одном условии. При одном условии. Если все будем в этом участвовать. Есть одна притчевая история, сказка. Я обычно ее говорю, рассказываю для преподавателей. Потому что привлечь к языку на нашем родном языке. Потом я ее перевожу. Я ее напоминаю. Князь пригодил молодому человеку, юношу, он в чем-то провинился, по полю он рассеял мешок зерен риса, а подумайте, почему риса, впрочем, это молодые, подумайте, кто ответит, получит единственную пятерку, я же одну пятерку вернул, почему рис, не ищите никакой логики, это искусство, так что подходите вот с этих позиций, с эстетистских позиций, почему, так вот, и сказал, что если не соберешь ко времени, у него были друзья, губак, синхронный перевод, тяжелый перевод, муравейник, да, муравейник, а у него были друзья муравей, я обратился к ним, что если вы мне не поможете, Князь меня отрубит голову, муравей стали собирать эти зерна, стали собирать зерна, вот на исходе время и одно зерночко еще не достает, и в самую последнюю секунду с этим зерночком приползает муравей, в дороге и ножка сломалась муравья, но тем не менее свой долгой пол, я обычно говорю, дай Бог вам всем здоровья, но если с ответственностью вот этого муравья мы не подойдем, каждый на своем месте, у нас нет завтрашнего дня, вы согласны со мной? Вот то же самое, я сегодня, когда я к вам шел, я шел с надежной, иначе вот этот пример я не привел.